Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Я тут плудил по зимнему Скайриму, в этот чудесный зимний денёк, подыскивал себе ёлочку для дома. Но пока одни какие-то каркалыги неграсивые попадаются. Эта серия будет не совсем новогодняя, я буду обозревать обычные моды, которые показались мне интересными. Но тем не менее, я хотел бы вас всех поздравить, потому что это последнее видео до нового года. Пока все остальные будут выходить аж после него, поэтому всех поздравляю с праздничками, желаю всего самого наилучшего. Ну и кому как, кому напиваться, кому отдыхать, поэтому переходим, что ж, к обзору модов. А вот какая-то красивая ёлочка там стоит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да-да, вот это она. Вот она. Вот эту я заволочу себе домой. Итак, первый мод это Dynamic Assassin's Armor. Она сейчас представлена на моём персонаже, у вас на экране. Довольно интересная броня, она также является ретекстуром обычной диэтрической брони. У вас в хознице появляются две новых брони. Именно броня диэтрического ассасина. Она выглядит как обычная. У неё есть возможность скрафтить капюшон. То есть замесь шлема. И, собственно, плащ. Я не знаю, мне с плащом нравится больше. Хотя расцветка довольно пёстрая. Этого всего костюма. Но мне что-то понравилось. Перчатки и ботинки диэтрические она не изменяет. Только лишь броню. Довольно неплохой такой костюмчик. Сделанный довольно качественно. И я, наверное, его в качестве повседневного костюма для моего персонажа изберу именно это. Потому что что-то как-то эбонитовая кольчуга уже достала. Также с этой бронёй связан один небольшой баг. Сейчас вам его покажу. То есть, как вы видите, у меня одет тяжёлый диэтрический капюшон. Кстати, я, наверное, говорил, возможно, нет. Что диэтрическая броня ассасина, она имеет две вариации. То есть тяжёлую и лёгкую. По виду они не отличаются никак. Но на будущее. Вот, допустим, у меня есть ещё маска Рагот. Как вы видите, капюшон не снялся. Она оделась поверх. То есть вот так вот. Если у вас ещё установлен мод под названием Frostfall. У меня, к сожалению, по-моему, этих плащей с собой нет. Да-да, у меня плаща с собой нет. Но плащи тоже одеваются поверх этого всего счастья. То есть, в принципе, косметический эффект не очень. Но если посмотреть, допустим, на мой же зачарованный плащ. Теперь и чем. То есть, одноручное оружие у меня на 45. И увеличение сопротивления электричества ещё 52%. То есть, если два таких плаща одеть, это 90% к урону с руки. То есть, в принципе, такой довольно приятный баг, но всё же баг. Переходим, пожалуй, к следующему моду. Следующий же мод, это мод, который добавляет некоторое количество катан в игру под названием Skyrim, как вы уже поняли. Чего-то я сегодня очень очевиден. В общем-то, мод на катаны. То есть, есть пара достойных экземпляров. Почти в каждой из этих представлено какой-то вид катан. Вот, например, стальная дайкатана и катана. Они довольно хорошо сделаны. Ну, сравнительно, допустим, с остальным оружием. Дайкатан, пардон, это не тур. Сталь, пожалуйста. Пакетзаши тут же. Ну вот, по сравнению даже с теми же мечами, они сделаны довольно неплохо. Пускай и грубовато, но с лора не выделяются. То есть, вот такие вот ножички забавные. Давайте-ка посмотрим и остальные, а чё бы нет. По-моему, двимеры катан не делали. Да-да-да, двимеры катан не делали. Так же, как и орки. Это слишком утончённое оружие. А вот эбонитовые есть, видите. Да и катана с такой интересной гардой в виде цветка. Похоже чем-то на эбонитовый клинок. Я вот всегда мечтал эбонитовую катану получить, а она, собака, оказалась двуручная. Бывают в жизни огорчения. Ну, довольно-таки интересно, лорно. Сделано это всё счастье. Для Скорима самое то, особенно для любителей катан, вакетзаси, да и остального оружия. В Японии, да просто замечательно. К тому же, вы сами видите сейчас на своих экранах качество этих предметов. То есть, всё довольно хорошо и красиво сделано. Также ножички Тайта. Просто красота. Стекло. Вот стеклянные катаны меня вообще порадовали, потому что... Ну, блин. Такие чисто эльфийские. Забавные, зелёненькие. У каждой из этих катан есть свои ножны. То есть, я вам сейчас покажу только ту, которая мне понравилась больше всех. Не хотелось заниматься крафтом. Каждая из них. Но поверьте, они сделаны очень и очень хорошо. Все ссылочки на моды будут в описании, поэтому... Заходите, смотрите, скачивайте. Всё для вас. Макетзаси замечательно сделанный. Гарда тоже. Прекрасная. Чисто такие эльфийские. Приполуды. Драконии мне не понравились вообще. То есть, просто вот как можно лезвие сделать из кости. А даже если сделать, но оно будет настолько ужасно. Ну, чё-то мне не пошло. Я больше любитель... Более традиционного оружия. Только холодная сталь. Ну, тут всё по минималочке. Видите, минимализм выдержан полностью. И кости из драконий костей. Только лишь на железе. Небольшие орнаменты. Сейчас ещё посмотрим пару катан. И перейдём к самому вкусному. Вот они. Вот они. Дайдрические дайкатаны. Дайдрические катана, дайкатана. Это просто... Просто прелесть. Я не знаю, чё она меня так приманила к себе. То есть, вроде бы обычная гарда. Какой-то красный камень. Но, блин, подсветка лезвия этим... Красным. Чё-то есть в ней такое демоническое. Такое манящее. Не знаю. Я закрафтил себе дайдрическую катану. И... Я её поменял даже на меч Гендальфа. Потому что... До этого тот мне меч очень нравился. Но теперь, блин, это явный фаворит. Она чем-то напоминает подарок Баэтии из Обливиана. Я не помню, как так катана называлась. Но она была тоже очень и очень замечательной. Такс, 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 такс. Вот ещё Бакитзаси. Да, пускай грубоватая работа. То есть, вот даже, видите, на лезвии. Но, блин, вот эта вот полоска переливающаяся. Она просто искупает просто всё. Замечательное оружие. И вот, собственно, броня, о которой я вам говорил. В самом начале обзора. То есть, лёгкая дейдрическая броня Ассасина. Перчатки, которые отличаются только за бронированностью. Ну и тяжёлые, разумеется. Они по виду, я повторюсь, не отличаются ничем. Просто лишь классом брони. Ну, у кого как развить лёгкое, а как тяжёлое. Дейдрические перчатки Ассасина тяжёлые. Они никоим образом не уступают обычным дейдрическим. По-моему, 77. Сейчас даже посмотрим. Вот видите, 77 при весе 6. Это лёгкие. Да, видите, 77 при весе 6. Это одно и то же буквально. По виду они никак не отличаются. И ещё, что мне не понравилось, то что этот мод меняет полностью. Это является полным ретекстуром дейдрической брони. То есть, она становится такая, видите, с красными прожилками. Яркая какая-то, блин. Ну, типа, не особо это круто. Если в этой броне, что я представлял первой, это ещё как-то, в принципе, окупается, да. То, что она такая полностью демонического Ассасина в образе, да. То, вот, например, на обычной дейдрической. Вот. Ну, вот это вот как-то что-то вообще никак. Ну, по крайней мере, мне что-то не понравилось. Это счастье. Или вот щит. Ну, щит такой ещё изысканный, красивый. Получешуйчатый такой. Блестящий весь. Вот такой вот, собственно, мод. Вот так, собственно, выглядят эти катаны. Нет, не так. Вот так вот, собственно, выглядят вот эти вот два замечательных орудия в руках. По-моему, очень крутые. И в стиле той же дейдрической брони. Они смотрятся довольно замечательно. Ну, и последний мод, собственно, на сегодня. Он называется «Призывать мечи» от автора ЭОЗМ. Довольно-таки большой мастер. «Когда человек подходит с оружием наготове, не мудрено занять». Реально, ребят, я таких ещё и людей не видел. Чё такое? Собственно, продолжаем. С того же места чё-то у меня забаговало. Заклинание типа... Эм... Типа шопта ауры? Что ли? «Когда человек подходит с оружием наготове, не мудрено». Чё ты умер-то? Я тебя всего лишь прикладом ударил. Вот это будет зрелище. Ну, понятно. Давайте, пацаны. Ну, давай. И... Меч доставай, наверное. Я буду, буду. Ты вообще не целься в меня. Вообще не целься. Какого хера ты в меня вообще целишься? Ты говно. Лежьё там, пока я не разберусь с заклинаниями. Какого хера ты въёбнуешься? А, придурок. Вот так и лежу. Чё-то тебя поломало. Не долетело, да? Блин. Что с ним не так-то? Ребята, лежать. Тоже туда же. Не, я, конечно, всё понимаю. Только чё у меня сегодня не так-то? Но... И... И оно не работает. Ну, заебись. Чё-то... Чё-то поломало. Один из моих модов, свежеустановленный. Ну, ладно. Чёрт бы с ними. Закончим сегодня с двумя модами. Поскольку у меня времени нету, обещаю в скором времени выпустить нормальную версию. О, вы повставали. Блядь. Спать. Спать. Блядь. Вся, лежите. Он всем лежать надо. Ладно. Ладно. Йорланд, не вставай. Ты вообще умереть должен был с одного удара. Великие боги. Южен. Гааа. Ну. Мота. На помощь. Убивают. Убивают. Это ты кричишь? Исс. Ты никуда не уходишь, значит. Понял? Всё. Больше свидетелей нет. Всем спасибо, дорогие друзья. Ещё раз за просмотр. Как-то криво, блядь, получилось. Обожаю резать братьев в горе. Ладно, ладно. Ещё один череп просится под каблук. Вы не думаете, что? Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Пока-пока. Есть для меня указание, предвестник? Отъебись. Ладно. Или я тебя грохну. Нет, дело не в том, что я люблю именно фракт. Гамет, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, когда-нибудь мы ещё поохотимся. Аааа. Аааа. Задрало. Так вот. Это дело не в том, что я особо люблю братьев Бури, поэтому я дал им победить. Нет, собственно, это потому, что я люблю их резать. А просто резать Вайтранскую Стражу не так интересно. Что ж, всех с праздничками. Поздравляю вас всех ещё раз. Желаю вам всего самого лучшего. И обещаю в скором времени, ну то есть после Нового Года, выпустить уже полные выпуски, разобраться с этими чёртовыми модами, которые поломали мне, судя по всему, крики. Ааа. Что вообще? Почему? И зачем? Это... Будем уже разбираться потом. Всем спасибо, всем пока. До новых видео.